Найдем нули функции. y равен x, умноженное на x плюс 3 в числителе, x квадрат минус 9 в знаменателе. Анализируем функцию. Функция задана выражением, которое является дробно-рациональным. А это значит, имеет ограничение области определения. Итак, областью определения этой функции есть множество всех значений x, кроме тех, которые дают нуль в знаменателе. То есть у нас x квадрат минус 9 не должно быть равно нулю. Ну и, наконец, дробь равна нулю при условии, что числитель этой дроби равен нулю. А поскольку эти условия должны выполняться одновременно, значит, составим и решим систему. Можно найти отдельно область определения функции, то есть сказать сразу, что x не равен числу 3 или x не равен числу минус 3, а потом найденные корни уравнения сверить, не являются ли они числами 3 или минус 3. Итак, возвращаемся к системе. Я уже там записала, что у меня x не равен плюс минус 3. Второе уравнение состоит из двух множителей, хотя бы один из которых может быть равен нулю. То есть x может быть равен нулю, это первый множитель, и второй множитель дает нуль при значении x равном минус 3. Проверяем. Минус 3 плюс 3, сумма противоположных чисел равна нулю. То есть x может быть равен минус 3. Система. Проверяем. Решение этой системы. Число нуль удовлетворяет первому условию, а вот число минус 3 не удовлетворяет первому условию. Тогда нулей у этой функции 1, x равный нулю. Задание выполнили.